Всем привет! На связи человек, который постоянно забывает представиться. Так вот, сегодня я не забуду. С вами Брис, и сегодня о штуках, которые так или иначе касались практически всех. Про критику мы когда-то говорили, но знаете, что хуже и стремнее непрошенной критики? Правильно, критика от людей, которые сами не умеют ничего, кроме как давать критику. Кстати, в тему критики и меня. Дело в том, что я не считаю себя профессионалом. Я такой себе хорошист, но при этом люди просят меня помочь им и дать критику. Мне немного неловко и стремно, да и времени обычно на подобное у меня просто нет. В общем, в этом плане мне пришла отличная идея попробовать новый для меня сервис Boosty. Тяжело мешать разный контент в одной соцсети, поэтому я заметила, что многие авторы заводят Boosty, чтобы было проще. Что же такое Boosty? Это крутой сервис от создателей Donation Alerts, который помогает авторам зарабатывать на своем контенте. Вы можете подписаться туда на меня бесплатно и видеть посты, которые открыты для всех. А можете немножко поддержать мой труд и посмотреть на скетчи и арты, которые не попали в мои соцсети по разным причинам. Получить критику и разбор работ и прочее, прочее. Ах да, еще там ссылка на дискорд будет даваться, все как всегда. Я там играю с подписчиками в Лигу Легенд, ну и не только в нее. На сайте очень много популярных авторов. Вот Милша тут сидит, кстати. К тому же там можно публиковать не только арты, но и видео, подкасты, музыку. В общем, полная свобода творчества. Ну а еще для авторов тут очень много плюшек. Например, выплаты каждый день и очень много способов для выведения средств. Здесь супер низкая комиссия по сравнению с другими сервисами. Всего 7%. И нет НДС для подписчиков. Сервис на русском и там понятный интерфейс. Все очень легко, ярко и красиво. Обязательно зайдите и посмотрите все. Вам должно обязательно понравиться там. И как я уже сказала, на Бусти очень много авторов. Вы обязательно найдете любимого среди них. Ну а если ты создатель контента, то только тебя там и не хватает. Заходи на Бусти и развивай свое творчество и контент. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Так вот, даже я, будучи более-менее популярным автором, с каким-никаким умением и знанием стесняюсь давать критику. Я переживаю, что могу обидеть человека, потому что, ну, это критика. Даже в мягкой форме она не сильно радужная и позитивная. Кого-то и такое может задеть. А когда людей, просящих критику, наоборот, дофига, сидеть, думать, как бы написать ее помягче, ну, как бы нет времени. Что уж говорить про исправление артов и прочее. Я, кстати, хотела попробовать снять ролик по типу этого, то есть исправление артов подписчиков, но вновь. Я просто не хочу никого обижать. Но если вам интересно что-то такое, то напишите в комментариях. Может быть, я рассмотрю этот вариант. В общем, есть люди, как я, а есть люди-бульдозеры. Им просто насрать. Видят цель, то есть написать что-то неприятное, не видят препятствий. Но хуже такой непрошенной критики, только когда заходишь в профиль к этому человеку. Ну так, просто посмотреть арты. Надо же знать, как рисует человек, который тебе пишет эту самую критику. А там вот это. Новички тоже люди, как говорится. Никакого хейта, все мы учимся. Но, камон, чел еще не научился рисовать сам. Не знает основ. И пишет критику. Ой, самое их любимое. Когда им тыкают на это, они же сразу начинают переобуваться и говорить про самую любимую фразу всех времен и народов. А вот чтобы оценить блюдо, не нужно быть поваром. Овации, салюты, они думают, что разнесли уже вас. Только вот есть такое большое но. Ну вот, давайте пофантазируем. Представьте, вы открыли свое кафе, и к вам приходит Гордон Рамзи. Ну да, а че, это только мечта. Ну вот, вдруг. И вот он пробует ваши пироженки и говорит, что все отлично есть, куда расти, все вкусно и все такое. А следом приходит дядя Ашот из местной шаурмеечной, куда ходят только алкаши и то, если уже в говно. И вот этот челик говорит вам, что у вас все плохо и ничего вы не добьетесь. Вопрос на миллион. Чье мнение для вас в этом случае важнее? Вот и все. И, конечно, как говорится, критика важна, но согласитесь, понятнее и приятнее получать критику от человека, который хотя бы умеет держать в руках карандаш и знает уже то, что знаете вы. Он действительно может посмотреть на работу и как-то помочь. Но когда человек еще не дошел даже близко до вашего уровня, слушать его не хочется. Это нормально. Не нормально, что почему-то такие люди пытаются еще критиковать и обижаются, когда ты им на это указываешь. Storytime под конец, как всегда. Самый первый бан в нашем общем паблике с фан-артами достался такому вот критику. И дело даже не в самой критике и даже не в скеле самого автора этих комментов. Человек писал под каждым постом очень грубые высказывания и критику с обсиранием и добавлял в конце что-то вроде «Напиши мне, я там тебе помогу, а то ты вон не справляешься, криворукий ты, дебил». Мы удаляли эти комменты, если они были совсем уже офигевшими, либо выдавали предупреждение. Говорили, что нельзя так писать. И он нам отвечал тоже весьма грубо. Паблик на тот момент был маленький, мы не хотели никого банить и просто держались как могли. Но наши подписчики это наши котики, мы их в обиду не даем. И когда чел немножко сильно офигел и за вечер пришел и не только написал такие комменты в общем паблике, а сделал то же самое в наших соло пабликах, мы решили, что пора бы. Мы чисто чекнули его работы, вдруг там Монолиза. И там оказались работы уровня, как я показывала выше. Ну мы написали ему, типа, мы бы конечно послушали вас и вашу критику, если бы вы рисовали, ну хоть чуть-чуть лучше нас или хотя бы как мы. А он ответил, это старая работа и не моя вообще. И чтобы оценить суп, ну вы поняли. Челик полетел в бан везде, мы не поленились, нашли его инстаграм и там закинули в бан. Ну и те другие соцсети, которые были тоже. Ибо чисто за неделю он выбесил уже всех обидателей паблика на тот момент и нас с Перпин даже больше. Мы долго держались, ребят, пытались по-хорошему, но с некоторыми людьми так не получается. В общем, ребят, будьте добрее, не лезьте с непрошенной критикой. Потому что даже сейчас в нашем общем паблике находятся люди, которые пишут критику, хотя автор не просил. Мы такое будем пересекать. Хотите что-то написать автору, пишите ему лично. Там уже мы не можем вам запретить это делать. Ну, а с вами была Брис. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свое мнение насчет нашей темы сегодняшней. Подписывайтесь на мой канал, инст.вк. Заходите на Boosty обязательно, посмотрите, что у меня там есть. Всем отличного дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok